итак друзьям канала привет сейчас у нас некое проходное видео которое ну просто потому что я готов что-то рассказать про смартфон samsung galaxy m21 но на обзор еще само собой ни капельки ничего не набрал до обзора еще далеко сейчас по просьбе людей поставил какую-то игру forza блин только я не понял ту ли я поставил их маркете много но это неважно короче намекаю скоро будут видео тесты и и же с ними прием gps а проверил принимает даже в квартире что меня приколола в общем то как у всех хороших современных смартфонов в камере обнаружил интересный такой прикол если в настройки залезть и посмотреть да то мы видим такую настройку фотографии в формате хиф хиф хреново знает как это произнести суть какая когда его включил и по накладкам фото к самому смартфону стало от этого туго в галерею когда заходил он при пролистывании эти файлы очень долго прорисовывал с чем связано я без понятия но суть какая ему с этими файлами тяжело на компьютерах скинул винда их не видит изначально пришлось из маркета добавлять несколько приложений пока не разобрался какой из них нормально с ними работает чтоб только на компе открыть а после этого выяснил что у них еще и объем файла такой же то есть что джипег что хиев этот он одинаковое количество памяти занимает поэтому плюсов пока от этого режима я не нашел но меня прикалывают вот такие вот напоминалки везде да и они везде по системе то есть если мы лезем в шторку верхнюю там тоже частенько вот рядом с этими тремя точками какие-то напоминалки если лезем еще куда то он постоянно все напоминает 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 у меня считает идиотом или он пытается подружиться я не знаю как иначе это сказать ладно далее все программу лина которые я оставил в принципе встают по скорости работы он на мой взгляд чуть чуть лучше чем redmi но с когда я его загрузил по полностью конечно абсолютно без фризовым он не стал честно скажу то есть если сравнивать например с п 70 ну например на примере 9600 pro то он мне там кажется лучше причем за счет чего он лучше я лично затрудняюсь ответить я этого не понимаю файлик что ли да force загрузилась только-только то есть далее приколола что прямо в шторке есть переключение на так называемый always on display то есть когда мы будем гасить экран у нас экран странно должен был не гаситься или не увязочка вышла ладно попробую помолчать чтобы оно само ушло кстати заметьте живые обои там что-то улетела на картинке также прикололи само собой темы то есть вот это вот я обновил тему ну или сменил скажем так загрузив ее с собственных ресурсов этого samsung а и я только сейчас заметил что у меня еще птички летают когда я захожу на этот экран ладно приколола то что можно настроить режим режим нет не режим экран блокировки и вообще все что угодно можно настраивать кстати заметил все равно нифига не гасится ладно бесполезно значит так а меня по лицу узнать телефон не подходит ну-ка то есть точнее лицо за телефоном скрылась он не видит без телефона все нормально что-то еще о еще какой-то файл пошел ладно далее по фотографированию самому по себе я несколько фоток тут понатыркал господи испугался думал вообще ничего нету на мой взгляд довольно таки неплохо особенно видео в 4k хотя я думал до этого что будет полный абзац но в общем то пока мне нравится я в конце этого видео приделаю кусочек видео также приколола фотография то есть если мы вот снимаем 48 мегапикселей то можно расширить аж вот так да тут уже начинают виднец немножко размытости но блин при таком-то увеличении друзья это то есть на мой взгляд камера здесь наверняка почти как у аппарата которыми до этого офигенно нравился viva z5 viva z5 единственное в ночи видят говорят немножко лучше но правда я еще изучать только начинаю в ночи я еще ничего не фоткал в помещениях этот аппарат немножечко уже показывает что ночью он должен похуже снимать но пока подтвердить это я не могу или опровергнуть потому что еще в темноте не снимал напоминаю у нас как бы режим типа самоизоляции поэтому из дома выхожу не часто так про скорость работы в приложениях игры я пока не запускал все что другое связано с моей привычной системой все работает быстро проблем нет необычности в настройках некоторых программ вылезают а кстати да то что я уже жаловался в инстаграме если мы заходили в любую фигню где нужно писать ну например те же самые сообщения да вот написать то вылезающая здесь клавиатура она не имела вообще виброотклика в интернете я нашел отголоски информации что якобы samsung специально старается как можно реже использовать вибро только для того чтобы не встряхивать оптику камер но это опять же мнение людей правда это или нет я не знаю кстати чехол самопал пока оригинал жду покупать у нас в россии за такие цены я повешусь но не буду я на али заказал и жду пока время нахожусь чем придется нашел похожий аппарат которого в котором чехольчик по вот этой дырке совпадал здесь немножко несовпадение было немножко дорезал но в общем-то это кулебякство так и вам не советую но как временная мера пока вы ждете оригинальный чехол очень даже пойдет так далее по яркости экрана если выставить на максималку то на улице это офигенно но дома это конечно выжигание глаз как многие говорят то есть поэтому ставим половинку и не паримся по датчикам гироскоп работает очень даже хорошо игрался с тестами всякие там компасы и так далее честно горячий не проверял мультитач на 10 касаний реальных то есть никаких сбоев там глюков перемещений и так далее датчик приближения отсутствует вообще как класс кстати давайте-ка мы это покажем видео чтобы не быть голословным а датчик освещенности я так понимаю но нет его вообще и он скорее всего выбирает настройки яркости кстати вам покажу чтобы вопросов не было через камеру фронтально мне почему-то кажется так а иначе я не знаю потому что датчика нет как она работает я не представляю это вот если кто не поверил вот хоть умашись рукой пока ты не коснешься с цветочком ничего не будет а вот если как реклама уйди я случайно вышел а если приложить палец потом убрать на палец во многих точках должен касаться блин вот тогда начинает работать есть прикладываем цветочек вянет убираем распускается есть именно нужно многоточечное касание то есть по-русски говоря если вы разговариваете вот так вот в чехольчике то у вас экран будет гореть и нихрена не погаснет если только программно он не настроен так чтобы гаснуть через несколько секунд после начала разговора я надеюсь самсунге это настроили альтернативный вариант как всегда гасить кнопочкой далее при звонке меня удивило и я не понял что делать поскольку я давно не на самсунге надеюсь в распаковке это все поняли когда мне звонят у меня здесь трубка и здесь трубка нажатие ничего не делает сдвигание в сторону вроде ничего не делал куда-то махнул тогда поднял трубку где я накосячил или в чем была заминка я не знаю также меня бесит что при звонке когда я уже поговорил меня на экране еще секунд пять висит информация о том что завершается вызов блин зачем пять секунд завершаться вот объясните мне идиоту ладно будем изучать потом расскажем программы с выходами в интернет и всяким таким работают отменно проблем нет клиент для часов ms fit опять же сам запросил все настройки ничего перенастраивать не пришлось такого чтобы он не мог сам подсказать то есть он меня провел по всем пунктам при настройке и выйдя скажем так финалистом из всех дебри куда у меня завел у меня уже все работает и более никуда лезть не должен тут в принципе они молодцы ничего не скажу так шторка настраиваемая настраивается она через вот эти три кнопочки и тут же настраивается и строка состояния и панель быстрого доступа что меня тоже в принципе порадовало то есть настроек тут реально множество если кому это интересно то можете побаловаться если у вас будет такая же модель я так полагаю все последние самсунги наверняка обладают тем же самым запись звука и видео я вам покажу в конце этого ролика скоро услышите динамик не супер громкий но в принципе достаточно но если сравнивать с брониками последними дорогими то конечно они намного громче вот на этом деле я думаю мы завяжем поскольку это не обзор смотрим видео думаем ну и заранее всем пока что у меня там Продолжение следует... Продолжение следует...